В муниципалитетах Свердловской области стартует подготовка к новому отопительному сезону. Сразу после отключения тепла потребителям муниципалитеты Среднего Урала начинают подготовку жилфонда и коммунальной инфраструктуры региона к следующему отопительному сезону. Об этом 16 мая сообщил журналистом министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По словам министра, не позднее 1 июня органы местного самоуправления должны подвести итоги прошедшей зимы, определить объем работ на предстоящий период и приступить к практическим мероприятиям по подготовке жилфонда, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к следующему отопительному сезону. Согласно подписанному главой областного Кабмина Денисом Паслером распоряжению, указанные мероприятия должны быть завершены к 15 сентября 2016 года. В числе приоритетов летней кампании, отметил Николай Смирнов, по-прежнему остаются комплексные модернизации систем тепло- и водоснабжения. Самое пристальное внимание министерства будет сосредоточено на подготовке к работе в зимних условиях, наиболее проблемных с точки зрения теплоснабжения территорий Белоярского городского округа, Каменского района и Дегтярска. Особенностью этого года станет включение в план подготовки к зиме к ремонту многоквартирных домов, а именно замены в них систем тепла и водоснабжения. Помимо уполномоченных органов, контролю за своевременностью и качеством выполнения указанных мероприятий активно подключается Общественная палата Свердловской области, Региональное отделение Общероссийского народного фронта, Единой России и другие общественные организации. Это позволит нам охватить контрольными мероприятиями максимальное количество муниципалитетов и в итоге обеспечить более качественную подготовку жилфонда к зиме, сказал Николай Смирнов. В летний период, отметил он, планируется активизировать работу по газификации сельских территорий. Напомню, что еще при формировании бюджета на 2016 год по требованию губернатора Евгения Куйвышева затраты на эти мероприятия были увеличены более чем в 2,5 раза. Их объем составит более 1 миллиарда рублей. Практически все эти деньги будут направлены на реализацию проектов, разработанных за счет средств потребительских кооперативов, подчеркнул министр. Подводя итоги отопительного сезона 2015-2016 годов, Николай Смирнов отметил, что в целом он прошел организованно и спокойно. Число аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях снизилось на 18%. А технологических нарушений, на устранение которых потребовалось более суток, более чем на треть. Министр подчеркнул, что подавляющее большинство аварий устранялось в кратчайшие сроки. А во время ремонтно-восстановительных работ подача тепла потребителям осуществлялась по резервным линиям теплоснабжения.